Купили просроченный продукт в магазине или, например, вам банально нахамили в заведении, в этих случаях на страже прав граждан книга замечаний и предложений. Сказать поистине народную фразу «дайте жалобную книгу» под силу каждому, но время от времени жизнь преподносит сюрпризы. Так, в столичном ресторане клиенту принесли ненастоящую книгу жалоб. И как тут быть? Ведь, по словам сотрудников Комитета государственного контроля, как таковой ответственности за предоставления недействительной книги нет. Но, если вам предоставили книгу какого-то неустановленного образца, не предоставляют книгу утвержденного образца, это можно расценивать как отсутствие книги замечаний и предложений, либо непредоставление книги замечаний и предложений по первому требованию. Вот за что уже тут предусмотрена административная ответственность от 4 до 10 базовых величин. Действительная книга замечаний и предложений состоит из 200 страниц. каждая из которых, кроме титульной, пронумеровано в издательстве. На главной странице должны быть указаны название организации, регистрационный номер самой книги и дата ее выдачи. Книга замечаний и предложений должна предоставляться по первому требованию, причем гражданин не обязан называть причину или предъявлять какие-либо документы. Внесенные записи рассматриваются уполномоченными лицами в течение 15 дней. При составлении жалобы необходимо указать свое полное имя, контактные данные, а также дату обращения. Если же вам говорят, что книга находится в другом месте, например, в главном офисе, знайте, это не так. За отказ в предоставлении книги замечаний и предложений гражданин может обратиться в вышестоящую организацию, либо же в суд. Для справки, книги, замечания и предложения ведутся практически везде, кроме сезонных кафе, пунктов обмена валют и средств развозной торговли. Что ж, теперь вы узнали чуть больше о своих правах, и все же надеемся, что книга эта вам понадобится, чтобы написать отнюдь не жалобу, а слова благодарности.